Добрый день! В студии Радио Балтик Плюс Дмитрий Петренко, начальник отдела озеленения мэрии города Калининграда. Здравствуйте! Добрый день! Ну вот весна выступает в свои права. Это тот самый период, когда в городе будет что-то меняться. Само по себе, так еще и под влиянием руки человеческой. Что касается озеленения Калининграда, каковы планы на 2023 год? Ну, у нас очень масштабные планы. По крайней мере, может быть, это не так будет заметно в весенний период, но мы же всегда планируем в два этапа. Весенний этап посадки и осень. И с каждым годом у нас идет, я бы не сказал бы, что в геометрической прогрессии, конечно, нарастание количества посаженных деревьев. Но, тем не менее, мы с каждым годом увеличиваем, начиная, например, даже с 2020 года. В 2020 году мы сажали там где-то около 300 деревьев, ну и дальше тысяча, полторы тысячи и так далее. Будем надеяться, что эта тенденция сохранится и в этом году. Вот, кстати, в прошлом году общественники, разнообразные предприятия, в том числе сотрудники мэрии, высаживали до самой поздней осени, как я помню, разнообразные деревья, разную растительность. Уже проводился какой-то мониторинг? Все ли прижилось? Ну, нет, мониторинг еще не проводился, но это еще впереди. Это второй этап контракта у подрядчиков. Он начнется примерно ориентировочно с 15 апреля. И с 15 апреля комплексная комиссия в составе наших подведомственных учреждений и сотрудников отдела озеленения будет выходить на объекты и проверять приживаемость, как прижились саженцы. Если вдруг обнаружится, что некоторые из них, например, по каким-то причинам не прижились, то, соответственно, они будут заменены. По контракту? По контракту, да. Это гарантийное обязательство и обязательство подрядчика. Ну, а сделаны ли какие-то выводы? Общественники говорили в прошлом году, что слишком поздно сажают деревья. Ну, слишком поздно. На самом деле у нас не такая суровая зима, чтобы невозможно было зимой прям сажать. Конечно, есть, как говорится, такой нормативный документ, как говорится, наша Библия, Панфиловские так называемые правила, приказ Гострой 153, описывающие правила создания, ухода и содержания зеленых насаждений. В нем прописано, что высаживать можно в наших условиях, дать температуру окружающего воздуха до минус 15 градусов. Соответственно, мы как бы, понятно, мы в снег не сажали, но старались соблюдать эту технологию. Ну, еще раз повторюсь, в любом случае, во-первых, мы сажали саженцы с закрытой корневой системы, то есть сформированной корневой системой, просто глубоко из контейнера вытащили и в лунку посадили. По всей технологии. Соответственно, если вдруг саженец не прижился, что, скорее всего, будет плохое качество именно саженца, а не периоды посадки, то он будет заменен. Хорошо. К другим вопросам. Продолжат ли городские власти заменять заборы живой изгородью в этом году? Да, эту тенденцию мы продолжим. Мы ее начали в 2021 году. Первые посадки у нас были, это улица Липова и улица Радищева. Мы там провели экспериментальную высадку двух вариантов живой изгороди. Два разных вида кустарника посадили. Вот. В этом году мы уже наблюдаем, мы ее в прошлом году несколько раз стригли и, соответственно, видим, что есть положительные моменты. В прошлом году мы посадили неимоверное количество кустарников, где-то около 10 тысяч штук. В этом году собираемся продолжить эту тенденцию, например, закончить улицу Артиллерийскую. Мы ее в прошлом году начали озеленять в плане живых изгородей, но в этом году закончили. А есть ли планы менять где-то заборы на живую изгородь? Либо там, где заборы есть, они там останутся, а там, где пока нет ничего, там будет изгородь. Я так понял, как минимум, в прошлом году. В принципе, все правильно, только единственное, что заборы, наверное, будут убираться только в последующем, года через 3-4, когда живая изгородь уже станет такой настоящей, плотной живой изгородью, сквозь которую тяжело будет продраться. Потому что на данный момент мы понимаем, что это все-таки саженцы, и создать такую защитную полосу... Потребуется какое-то время, понятно. Да. Можно ли сказать, что в этом году, в 2023-м, в городе Калининграде будет вырубаться меньше деревьев, чем, к примеру, в 20-м, в 21-м, в 22-м? Ну, у нас, как бы, основные, в кавычках, злостные вырубщики, это, как бы, две группы. В первую очередь, это мы, сам город, но мы понимаем, что зеленый фонд города Калининграда неуклонно и очень быстро стареет, потому что основные посадки производились в 60-е, 50-е года прошлого века, и в городских условиях, в агрессивной среде деревья так долго не живут, максимум, ну, 40-60 лет. Затем их надо менять. Соответственно, мы и так уже затянулись с заменой. Поэтому в этом году, наверное, город, возможно, будет не то, что вырубать больше, но убирать аварийные и опасные деревья, это первая группа. Вторая группа, как говорится, это застройщики. Ну, на сегодняшний день, надеюсь, я не открою большой секрет, сказав, что заявок на выдачу пробочных билетов от застройщиков вступает очень мало. Соответственно, меньше будет вырубаться. Кому-то может показаться, что это прям хорошо. Но, с другой стороны, во время каждого шторма мы видим, что в городе падают деревья. Кому-то везет, кому-то не очень. К примеру, да, чья-то машина может пострадать, какой-то человек в то же время. А в то же время говорят, что администрация вырубает много деревьев. Но, тем не менее, каждый шторм показывает, что еще одно, два, три, там, десять, да, еще бы, было бы хорошо до этого вырубить. Вот что, как вы можете прокомментировать? Ну, тут, как бы, опять двойственность. Понятно, что визуально, аварийные деревья, которые визуально можно определить, что они представляют угрозу, у нас занимается этим МБУ чистота, они убирают это в первоочередном порядке. Но надо понимать, что не всегда падают прям аварийные сухие деревья. Падают и здоровые, вполне, как говорится, жизнеспособные деревья, которые, например, с зелеными листочками, с хорошо сформированной кроной, как бы внешне, никто бы не сказал, что оно может упасть. Поэтому надо понимать, что существует такая тенденция. Мы стараемся убирать именно аварийные, опасные деревья, предсказать, какое дерево упадет. Ну, это есть специальные технологии, но они слишком трудоемкие, трудозатратные и дорогостоящие. А как себя зарекомендовал томограф для деревьев, который призван, чтобы помогать определить, да, как раз-таки, то, чего не видно? Ну, скажем так, мои сотрудники от томографа в Востоке, потому что это лишнее инструментальное доказательство, подтверждающее правоту наших спецов, выходящих на обследование зеленых насаждений. То есть к визуальному и натурному обследованию добавляется еще инструментальное обследование. И мы томограф используем, конечно, не на каждое дерево. Это понятно, опять же, с учетом того, что обследование одного дерева может занимать до двух часов, чтобы обследовать одно дерево с помощью томографа. Но мы в обязательном порядке привлекаем томограф, например, в случае спорных ситуаций, когда, например, спецы сказали, что дерево представляет угрозу и может упасть, а, например, граждане говорят, нет, оно еще постоит. Тогда мы берем чемоданчик, 12,5 килограмм, и идем к дереву и показываем наглядно, что нет на самом деле внутри, вот просканировали, есть деструктивные разрушения, дерево надо убирать. Дмитрий Петренко, руководитель отдела озеленения мэрии Калининграда, сегодня в студии радио «Балтик Плюс». Сегодня распространяется в СМИ информация по поводу того, что лечение каштанов в Калининграде будет продолжено. Вот уже что можно сказать по опыту этого вида деятельности в предыдущие годы? Ну, мы лечим каштаны уже третий год, вот тенденция очень положительная. Мы даже с учетом прошлого года наблюдали изменения, что, например, после лечения, даже после установки ловчих поясов и феромонных ловушек, каштаны, на которых это производилось, меньше повреждались ахридские минеры. Соответственно, деревья уходили в зиму, подготовленные к зиме, не сбрасывали заранее листья и переживали нормально зиму. В этом году мы планируем опять произвести, как бы так, мониторинг лечения каштанов, установить ловчие пояса и вывесить феромонные ловушки. Причем мы разбили теперь с учетом того, что мы в прошлом году выявили несколько поколений вредителя, в течение всего вегетационного периода, вплоть чуть ли не в октябре месяце, отмечали появление ахридской каштановой моли, грубо говоря. В связи с этим мы в этом году в проекте контракта заложили лечение на три этапа под практически осень, стараясь таким образом выловить как можно больше самцов популяции каштановой моли. В телеграм-канале Мэрии сегодня написано, что ждут лечения 1642, по-моему, дерева. Это только на этот год, либо вообще в городе столько зараженных каштанов? Нет, на самом деле в городе где-то примерно около 4000 каштанов, не считая наших посадок новых каштанов, которые другого сорта, мясо-красного каштана, который более устойчив к вредителю. Вот из этих 4000 мы полечим примерно половину. С учетом того, что это большая часть из этих 1600 каштанов будет новая, которая еще раньше не была охвачена лечением. Ну, в последние годы мы стали существенно больше путешествовать по области, и каждую осень становится понятно, что это проблема не только города Калининграда. Пока сегодня лечат каштаны только Калининград. Да, как бы не хочется хвастаться, но в данном... Тут мы пионеры. А каштановая аллея, казалось бы, та самая аллея, с которой и следовало бы начинать лечение, она войдет когда-то в список улиц, где будут проводиться? Да, она будет включена в список улиц, ну и опять же, например, будет включена в список улиц и фестивальная аллея, и места наибольшего, как бы там, где в данный момент произрастает наибольшее количество каштанов. Понятно, что, к сожалению, мы пока не имеем возможности вывесить ловчие пояса и феромонные ловушки, например, на каждый каштан в городе. Поэтому мы берем наиболее часто распространение, там, где больше всего встречается, каштанов, и там будем лечить. Ну это ограничено бюджетом. А имеет ли смысл лечить, допустим, вы говорите, что 4 тысячи деревьев, да? Да, около 4 тысячи. А мы охватываем в этом году полторы тысячи, да, менее половины. Да. Имеет, потому что мы таким образом уменьшаем популяцию, количество, как говорится, вредителей, и тем самым он же перелетает с каштана на каштан, и тем самым мы даже косвенно защищаем соседние деревья, на которые не дотянулась рука лечащих озеленителей. К другим темам. Легендарный сиреневый сквер, очень часто эти фотографии мелькают в социальных сетях, и жители Калининграда, гости города, с ностальгией вспоминают вот этот самый сквер. возрождение сиреневых скверов, можно сказать, что в Калининграде грядет? Ну, как бы у нас, открою, как бы, наверное, военную тайну, пока это на стадии подготовки аукционной документации, но в этом году мы хотим, как минимум, на шести скверах начать высадку сиреней. Причем мы подбирали сорта наиболее декоративные, как российские, так и импортные, из лучших, как говорится, коллекционных сортов. Это будет, например, сквер «Мать Россия», сквер «Болотова», сквер «Шиллера», например, «Ленинская», «Житомирская» и так далее. Вот. И это помимо того, что в этом году мы, опять же, с сиренями продолжим нашу акцию «Сквер выпускников», то бишь «Сиреневый сквер» на Панин согласие. У нас в гостях сегодня руководитель отдела озеленения мэрии города Калининграда. Последний вопрос, потому что времени остается мало. Раньше мы часто выезжали в Польшу, в Литву, в другие, так сказать, зарубежные республики и ориентировались вот на их опыт, пытались что-то наилучшее, так сказать, воплотить у себя дома. А сегодня на что ориентируемся? Ну, скажем так, вспоминая Михаила Васильевича Ломоносова, «Не скудеть земля русская», вот. На данный момент в Российской Федерации существуют свои не менее известные, не менее маститые специалисты, чьи методики мы с удовольствием изучаем и стараемся применять в городе. Это, понятное дело, в основном Москва, Питих, Казань. Ну, так же бывает, например, недавно видели фотографии в Новосибирске, очень интересные посадки, разбивки, благоустройства скверов и парков, которые, возможно, мы тоже применим у себя. Понятно, немного изменив породный состав. Ну, разные пояса климатичные. Интересно. А это был Дмитрий Петренко, руководитель отдела озеленения администрации города Калининграда. Вам спасибо, что пришли. Спасибо вам. А вам спасибо, что слушали. Всем удачи.